50 человек пострадали в ходе протестов в столице Бразилии. Тысячи людей вышли на улицы, выступая против планов правительства ограничить социальные выплаты на 20 лет. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Однако часть правоохранителей, недовольных предстоящими сокращениями, перешла на сторону митингующих. Акции протеста проходят по всей стране уже больше месяца. Главным инициатором плана по ограничению выплат протестующие называют нынешнего главу переходного правительства Мишела Темера. Именно он инициировал поправку в Конституцию, которая предусматривает заморозку всех расходов на здравоохранение и образование. Таким образом, правительство хочет сократить дефицит бразильского бюджета. Массовые беспорядки прошли этой ночью и в Афинах. Несколько тысяч людей провели в греческой столице шествие в памяти 15-летнем подростке, застреленном полицией в 2008 году. Марш изначально был мирным, но постепенно перерос в столкновение с правоохранителями. Протестующие пускали в сторону стражей порядка фейерверки, запрасывали их коктейлями молотова и камнями. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержали 23 человека. Зачинщиками беспорядков называют представители левых организаций и анархических движений. Убийство 15-летнего грека полиции в 2008 году привело к беспрецедентной волне протестов в стране. Погромы и поджоги сотен магазинов, банков, автомобилей продолжались около трех недель. И хотя виновные в преступлении полицейские были потом приговорены к тюремным срокам, в Греции каждый год проходят демонстрации в памяти погибшим юношам. Они, как правило, перерастают в антиправительственные протесты, которые заканчиваются стычками с полицией. 90 человек погибли и сотни были ранены в результате землетрясения в Индонезии. Многие здания разрушены. Под завалами находятся десятки людей. Больше всего пострадала провинция Аче. Местные больницы переполнены пострадавшими. Часть людей приходится отправлять в соседние районы. Спасатели продолжают разбирать завалы. В район стихийного бедствия прибыла тяжелая техника. Однако работы осложняются сложным ландшафтом местности. После первых толчков жители, опасаясь цунами, выбежали из домов. По мнению некоторых экспертов, именно это спасло жизнь немногим индонезийцам. В стране часто происходит землетрясение, потому что страна находится в так называемом огненном кольце. Это регион Тихого океана, где регулярно извергаются вулканы и происходят подземные толчки. Последнее мощное землетрясение здесь произошло в 2004 году. Тогда погибли 170 тысяч человек. Исторический центр Алеппо перешел под контроль правительственных войск Сирии. Бои за старый город продолжались более двух суток. Главной опорой повстанцев в этом районе была древняя цитадель. Теперь войска осады контролируют более двух третей восточного Алеппо и продолжают наступление. На подконтрольной повстанцам территории остаются десятки тысяч мирных жителей. У них почти не осталось продовольствия. Ситуация осложняется тем, что в этой части города не работают больницы. Сегодня также стало известно о гибели в Алеппо российского военного советника полковника Руслана Галецкого. По информации российского военного ведомства, офицер попал под артиллерийский обстрел сирийских повстанцев. Вашингтон должен прекратить попытки свергать неугодные режимы в других странах. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Мы прекратим попытки свержения иностранных режимов, о которых мы знаем только то, что с ними не стоит связываться. Вместо этого мы должны сосредоточиться на борьбе с терроризмом и уничтожении исламского государства. По словам Трампа, американское военное вмешательство допустимо только в том случае, если оно служит интересам национальной безопасности США. Этим выступлением Дональд Трамп подтвердил свое предвыборное обещание ограничить участие американских войск в военных операциях за границей. Китайский фермер спас жизнь своего соседа, вытащив из его дома горящий газовый баллон. По дороге домой 63-летний Цай Диньфинь заметил пожар в доме своего друга. Там загорелся газовый баллон, а пожилой мужчина потерял сознание. Цай вытащил его во двор, а баллон поволок в сторону пруда, подальше от людей. Я понял, что если баллон взорвется, он разнесет весь дом, поэтому я решил оттащить его на открытое пространство. Говорят, что я храбрый, но у меня не было времени думать. Если бы я его не потащил, то он бы взорвался рядом со мной. Как говорят жители деревни, в которой живет Цай, он спасает жизни других людей не в первый раз. Два года назад он спас женщину, которая тонула в реке.